Здравствуйте! Прямо сейчас о главных событиях в республике в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. В Чебоксарах прошел съезд Совета муниципальных образований. Накануне повестку проработали на дискуссионной площадке в Красноармейском районе. Члены правительства и главы муниципалитетов обсудили вопросы реализации национальных проектов. Одна из самых масштабных задач муниципалитетов – реализация госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы. Сочетание ее с другой программой инициативного бюджетирования приносит хорошие результаты. По программе инициативного бюджетирования в 2019 году в районе всего осуществили, выполнили 19 проектов. Все проекты выполнены, в том числе 9 – это ремонт дорог в населенных пунктах района, 8 – ремонт мест захоронения, со строительством домов две спортивные площадки и одна очистка пруда. На следующий год запланировано проведение 32 проектов. При этом необходимо вести постоянный контроль за ходом работ. Кроме того, главам поручено провести ревизию проектов дорожного строительства, а при проектировании дорог учитывать их социальную значимость. Говорили и об основных проблемах местного самоуправления, соответствии финансирования местных бюджетов, объема полномочий, дефиците квалифицированных кадров в администрациях районов и сельских поселений, о других задачах. Ни одна из озвученных в ходе прямых линий жалоб не должна остаться без внимания. Такое поручение властям на местах глава республики дал на съезде Совета муниципальных образований. Со своей проблемой к Михаилу Гнатьеву обратились жители поселка Новое Отлашево Чебоксарского района. Здесь в единственном на весь населенный пункт детском саду с наступлением холодов температура опустилась и в помещениях. После дам тревожного звонка отправились мои коллеги. В одной из групп детского сада едва успели подготовить к новогодним праздникам игровую комнату. Сразу после прямой линии главы республики дошколят отправили на внеплановые каникулы. Приезду съемочной группы здесь были не рады. На наши вопросы исполняющая обязанности заведующей отвечала, скрывая лицо. Ну, детишки, наверное, сейчас дома. Слава богу, что хоть выходные. Какая температура сейчас в помещениях? В разных группах по-разному. Есть и 15, есть и 17, есть и 13. По Санпину температура в игровых комнатах не должна быть ниже 21 градуса. В спортивных залах не выше 19. Столбик термометра в садике «Золушка» застыл на отметке 15. В шкафах дошколят теплые вещи. Главе региона пожаловались, что именно так, не раздеваясь, и спали дети. Также пишут, вообще нет отопления. Отопление-то есть. Без отопления мы даже не сидели. Бывшая заведующая детским садом Ираида Мамутина говорит, что до положенных норм температура не повышалась из-за изношенной теплотрассы. Вода изначально остывала в трубах. В этом году здесь была возведена своя блочно-модульная котельная. По контракту принять работы подрядчика заказчики обязуются до 31 декабря. Но отопительный сезон в республике всегда начинался в октябре. Котельная построена. Ждем запуска газа. И к работе будем дальше. Но подать газ могли и раньше. По словам Ираида Мамутина, работы затянулись после экспертизы проекта. Пришлось повторно переделать проектную документацию. Там у меня время стекло. Сначала воздушку посмотрели, на территорию предусмотрели. А затем вместо воздушки сказали, это не проходит. В камеру не буду говорить. Не скрывая лиц, с прессой общаются родители. Сегодня своих детей жители Нового Атлашева были вынуждены привезти в администрацию поселка. На встречу с работниками прокуратуры. Многим мамам пришлось отправиться в незапланированные отгулы. Дети, конечно, хотят в садик. Скучают. Что говорят? Дом тяжело говорят. Скучно. Нам просто позвонили и сказали, что завтра садик не будет работать. А вот куда нам его? Все в школе. Пятница. Дети привыкли уже. Как они? Они уже, знаешь, вот сегодня проснулся, я говорю, пойду в садик. Ну, куда в садик? Тепло надо делать. Это чтобы и другим детям, будущим детям было там в садике тепло. Но не вот так вот с бухты-барахты. Это надо делать, когда в садик закрывается обычно на летние каникулы. Или на новогодние каникулы. Но и без котельной в садике никак. Всегда там холодно было, каждый год. Дети болеют. Ваш внук тоже болел? Внук болел. И внук тоже болел. Подать газ в котельную садика обещают в ближайшее время. Но пока никто не может сказать, когда именно это произойдет. Выступая на съезде Совета муниципальных образований, глава региона отметил, что подобные вопиющие факты недопустимы. Оценку работе властей Чебоксарского района уже дали правоохранительные органы. Я извинился перед избирателями, кто там задавал эти вопросы. Дал поручение после прямой эфира. Съездили. Помощник прокурора. Туда сразу приехал проверить, дать правовую оценку. Вот Владимир Балович и вся управленческая команда, глава сельского поселения, там Фомин работает. Вот начали блочно-модульную котельную делать летом. Вот декабрь наступил, скоро Новый год. Блочно-модульная котельная не подсоединена. Вот после этого можно заявление написать и сложить полномочия к главу администрации и сказать спасибо. Детский сад является муниципальной собственностью. Даже две недели там все реально можно сделать. Реакция глав муниципалитетов на проблемные вопросы должна быть более оперативной, отметил Михаил Игнатьев. Хозяйский подход – ключевой принцип работы властей на местах. Душа человека, ответственность должностного лица всегда должна быть на первом месте. Работать так, как нас воспитывали, как нас учили. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Расширить льготы для семей с детьми-инвалидами предлагает местное отделение партии «Единая Россия». Сегодня эту инициативу рассматривали на внутрепартийном брифинге. Пандусы, бордюры – парковочные места для инвалидов. Их обустраивают по партийному проекту «Единая страна – доступная среда». За последние пять лет на эти цели выделено более полумиллиарда рублей. Оборудовано 85 социальных объектов. Работу в этом направлении единороссы продолжают. Предложения поступают от самих семей. Очень часто родители возят в садик, который находится там. На другом конце города. Да, вот как я езжу 8 километров в одну сторону, 8 километров в другую. То есть у нас садик уходит удаление от дома, не рядом с домом. Кружки находятся еще в другом конце города. И поэтому как-то для нас это семейный бюджет и очень много средств. Катится, но все это во благо ребенка. Постоянные поездки по городу на учебу, в больницу или реабилитацию. Так живут более 4,5 тысяч семей. У них не очень большой достаток. Так что освобождение от транспортного налога существенно сэкономит семейный бюджет. Мы поняли, что все-таки надо поддержать. Именно освободить от налога на транспортное средство полностью семьи, которые имеют детей инвалидов. Суммы просчитываются. Одобрение правительства и лично Михаила Васильевича есть. Здесь фракция Единой России в Государственном Совете готова внести это буквально на следующую сессию, которая у нас порядка 20 декабря, по-моему, планируется. Подсчитано, что автомобили имеют более половины семей воспитывающих детей инвалидов. Таким образом, новый законопроект может помочь более 2 тысячам семей. Ирина Волкова, Маргарита Мельникова, Валерий Резюков. Республика. В 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в республике отремонтированы 74 километра магистралей. В их числе 15-ти километровый участок трассы «Волга-Маринский посад», на котором использовали немецкую технологию холодной регенерации. С тонкостями ремонтного дела познакомилась наша съемочная группа. Холодная регенерация – новый метод укладки асфальта. При помощи высокотехнологичной дорожной машины – ресайклера верхний слой асфальта снимается и смешивается со связующими материалами. Получается прочное дорожное основание, на которое укладывается асфальтобетонное покрытие. Такая технология имеет ряд преимуществ и чаще всего используется для ремонта и строительства дорог в сельской местности. Во-первых, не будет отраженных трещин. Это самое главное. Если мы просто укладываем асфальт на асфальт, то все равно через некоторое время проявляются те трещины, которые были раньше на дороге. При этом в случае, когда мы создаем новый технологический слой, тогда отраженные трещины появляются много позже. То есть асфальтное покрытие служит много дольше. Участок автодороги «Волга-Мариинский посад» в районе Шоршелского поворота давно нуждался в ремонте. Автомобилисты смогли оценить качество обновленного дорожного полотна. Как отменившийся участок дороги? Вы часто здесь ездите, как я понимаю? Ну да, асфальт нормальный. Дорожное покрытие прекрасно устраивает. В текущем году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было построено и отремонтировано 28 дорожных участков. В планах на 2020 год строительство и ремонт еще 20 объектов. Богдана Дойникова, Валерий Резюков, Республика. Почта России продолжает зимнюю декаду подписки. До 12 декабря ее клиенты смогут оформить любимые газеты и журналы со скидкой 40%. Несмотря на развитие информационных технологий, почтовая связь не теряет актуальности. Особенно на селе наша съемочная группа побывала в Маргаушском районе. Каждый будний день почтальон Светлана Галкина преодолевает больше 10 километров. Пешком, в любую погоду и всегда с улыбкой на лице. В сумке заветный груз, письма и газеты. Светлана Алексеевна очень любит свою работу и уверена, что приносит людям радость. Давняя подписчица газеты «ХПАР» 88-летняя Капитолина Александровна из деревни Рококосы встречает почтальона как близкого человека. Сколько я помню, у нас родители всегда выписывали газеты. Раньше отец выписывал, сейчас мама. Какие газеты хочет, такие она выписывает. Мы не запрещаем, она очень любит читать у нас. С работы приходим, она нам рассказывает. Вот в этой газете вот так написано, вот тут вот так. В прошлом году нам надо было найти специалистов, которые колодец роют. И через «ХПАР» газету, там объявление было, позвонили, приехали, нам вырыли колодец. Обойти три населенных пункта. Работа у сельского почтальона непростая. Говорит, такие ежедневные физические нагрузки в ее 64 года помогают оставаться в хорошей спортивной форме. Работаю с тех пор, как вот мама умерла дома, не захотелось одной дома сидеть. Теперь хожу по деревням, не скучаю. Молодежь в основном, вот молодые мамы там подписываются на детские журналы. И каждый день пешком. Да, советуют иногда попутчики. Чего, скутер не купите? Почему не на лыжах? Всякое там бывает. Ну, пешком, как говорится, как начальник у нас смеется. Вот, говорят, люди за фитнес платят, а вам за фитнес доплачивают еще. Вести Светланы Галкина приносит уже семь лет. А до этого она долгие годы трудилась воспитателем в школе. Она вроде не хотела. Говорю, болею, не могу. А так сейчас привыкла. Она со здоровьем лучше у нее. И она общительная, пивунья, плясунья. Всякие праздники вместе все организовываем. Сейчас в век интернета многие считают, что печатные издания в обычном виде уже не востребованы. Но Светлана Галкина готова поспорить. И газеты, и журналы, и письма на обычных тетрадных листочках и праздничные открытки всегда будут востребованы так же, как и хорошие вести. Рифат Фаткулин, Алексей Зотиков, Валерий Рязюков, Республика. Победители окружного фестиваля «Театральное при Волжье» честовали сегодня в Доме правительства. С акцентами школьной студии «Лицея номер 4» и Межвузовского театра «Абрикосовый сад» встретился глава Чуваши. На сцену эти ребята выходили уже сотни раз. А вот в кабинете главы Чуваши оказались впервые. Творческим людям – соответствующий прием. Такая же неформальная встреча состоялась и на куполе Дома правительства. Новое поколение, которое уже занимается творчеством. Будущее России, будущее искусство, творчество всего того в ваших руках практически. Верите в это? Да. Такое случается нечасто. Два победителя фестиваля «Театральное при Волжье» из одной республики. И студенческие, и школьные коллективы удостоились призовых мест в своих номинациях. Итоги объявили в субботу. И всю неделю ребята принимают заслуженные поздравления. Дмитрий Туманов – это эксперт по этим конкурсам. Он сразу, когда после победы, мне позвонил, говорит, я восхищен. Хотя он сам из рода Петербурга, но у него оказываются корни родителей Чуваши. Вот так вот. Сам вообще по Чувашскому владельцу. Ужили? Да, да, да. Дмитрий Туманов. И он, говорит, я, говорит, так был горд, что мои, говорит, мои, говорит, такой, говорит, блестяще выступили. Спектакли оценивались и профессиональным жюри, и зрителями. Причем зрители не могли голосовать за участников из своих республик. Но наши артисты настолько понравились соседям, что постановка студенческого театра «Мой дедушка был вишней» заняла первое место. А спектакль школьной студии «Наброски судьбы» – третье. Актеры, исполнившие лучшую женскую и лучшую мужскую роли, тоже из Чувашии. Я еще в этом плане новичок, и как бы занимаюсь этим, ну, сейчас вот ровно год, наверное, будет скоро, потому что я этим занимаюсь. И вот старался за счет того, что режиссер мне помогал. И, естественно, я нашел какие-то общие черты, нашел какие-то общие воспоминания, потому что такая же там любовь к дедушке своему, или еще чему-то, любовь к семье. Действительно, это сыграло свою роль, и как бы, когда ты вот чисто с любовью это все делаешь, то зритель это ловит и проникается. Театр – это такая кафедра, с которой, можно сказать, миру много добра, говорил Николай Гоголь. Победители театрального приволжья получат гранты на реализацию новых проектов. А уже на следующей неделе в ДК ЧГУ стартует фестиваль, который пройдет уже под эгидой театра «Абрикосовый сад». В нем примут участие коллективы из районов Чуваши и соседних регионов. Ирина Волкова, Игорь Зверев, «Республика». Сегодня объявили итоги Всечувашского кинофестиваля «Азам». В этом году в конкурсной программе участвовали 33 фильма. Среди участников фестиваля «Азам» кинорежиссеры из разных регионов России, но все ленты тематически связаны с Чувашией. Большинство их посвящено важным событиям в истории республики и ее действующим лицам. Причем известные люди нередко предстают в непривычных образах, и в этом огромная заслуга создателей фильмов. Гран-при присудили документальному фильму «В Красном море». Он рассказывает о том, что происходило на территории Чувашии в первые годы советской власти и гражданской войны. Само название, строчка и стихотворение Михаила Сейспеля о строительстве светлого будущего, которое ассоциировалось у него с коммунной. Кстати, один из конкурсных фильмов был посвящен самому Сейспелю и заслужил приз за лучшую операторскую работу. По итогам питчинга идей был отмечен сценарий «Волки, замерзшие булы» Александра Никифорова. Грант на создание фильма по мотивам произведения Михаила Юхмы получит режиссер Марат Никитин. 30 лет исполнилось Чебоксарской детской школе искусств номер 3. По этому поводу педагоги, ученики и родители устроили праздник, пригласив на него всех, кто в школьные годы развивал там свои таланты. Понимать музыку, чувствовать цвет, ощущать ритм. Этому особенному языку здесь учат опытные педагоги. За 30 лет школа подарила крылья для дальнейших творческих полетов более тысячи талантливым ребятам. Свой старт 3-й Чебоксарской детской школы искусств берет с 1989 года. Все это время в центре внимания дети, одаренные, целеустремленные. В 2013 году школа попала книгу почета. Школа за эти годы достигла высоких результатов. Стала востребованной, очень яркой, имеющей свое лицо. Самые маленькие воспитанники приходят сюда в 5 лет. Художественное, хореографическое, музыкальное отделение – выбор большой. Пока лишь увлечение, но в будущем вполне может стать профессией. Это работа по городской росписи. Я делала ее где-то около месяца. Как и полагается, творческой среде подарки по случаю дня рождения тоже необычные и музыкальные. Вместе с учителями ребята показали, что недаром преподаватели время на них тратили. Коллектив активно участвует в различных городских арт-проектах, проводит мастер-классы для желающих, работает с ребятами, имеющими ограничения по здоровью. В таких конкурсах всероссийских, как «Унику», «Престиж» преподаватели участвуют, дальше «Одаренные дети» и в таких городских конкурсах, фестивалях, где дети занимают призовые места. Также получают стипендию главы города, стипендию главы республики. В этом году в школе начали готовить ребят к поступлению в среднеспециальное образовательное учреждение. Для этого разработаны новые программы. К юбилею школы ученики подготовили выставку работ. Здесь мы можем наблюдать как традиционные темы художественной росписи, это городинская, хохланская, мизенская роспись, северодвинская, так и авторские разработки. Ярким аккордом праздника стали музыкальные поздравления коллег. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика. Какая погода ждет нас в выходные? Удастся ли покататься на санках и лыжах? Смотрите далее. Вот уже неделика в Чувашии появился снежный покров, но пока он так и не может установиться. Температура воздуха поднялась до плюс одного градуса Цельсия. По данным синоптиков, в ближайшие две недели может стать еще теплее. К нам на большой скорости начал поступать теплый влажный воздух из Атлантики. Обычно такие процессы продолжаются довольно долго. В предстоящие выходные осадков не ожидается. Ветер будет довольно сильным с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем около 0 градусов, по ночам до минус 6. Это может стать причиной гололедицы на дорогах. Будьте внимательны. Это главные новости к этому часу. А я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Субтитры подогнал «Симон»